Rainbow English, учебник 5 класс, юнит 3, степ 10, упражнение номер 7. Прочитайте басню «Крестьянин и яблоня» снова и напишите предложение в правильном порядке. То есть мы его читали, ее, эту басню, это, если что, у нас этот же юнит, этот степ и упражнение номер 1. Переводили, то есть теперь просто расставим по порядку предложение. Читаем, переводим и в конце уже давайте все поставим. Крестьянин не хотел слушать воробьев и кузнечиков. Крестьянин был рад увидеть много меда, но это самый конец уже. A peasant had an apple tree in his garden. Это очень похоже на самое начало. We'll go away. Мы уйдем. Ну или в данном случае улетим, если про воробьев. The peasant began cutting down the tree. Крестьянин начал рубить дерево. Воробьи и кузнечики попросили крестьянина не рубить яблоню. Яблоня не давала никаких яблок, это у нас вначале было, и последний. The peasant decided to cut down the tree. Крестьянин решил срубить дерево. Ну а теперь смотрим, как у нас, что строится по порядку. Итак, первый. У нас идет C. A peasant had an apple tree. То есть у него, у крестьянина была яблоня в его саду. Первый это C. Крестьяне не давала яблок. Третий. Ой, минуточку. G. Третий. Крестьянин решил срубить яблоню. Это H. Четвертый. Так, воробьи и кузнечики попросили его не рубить ее. F. Пятый. Так, давайте провернем немножко. А, ну вот они говорят, что мы уйдем и улетим. Это D. Шестерка. Крестьянин не захотел их слушать. A. 7 у нас получается. Так, минутку. Крестьянин начал рубить дерево. И последняя восьмерка. Крестьянин был счастлив увидеть много меда. То есть этим у нас заканчивается. Так, восьмерка это B.